Теперь давайте перейдем к рассмотрению возможности изменения таблиц с помощью оператора AlterTable. Как мы помним, оператор создания или определения таблиц состоял в том числе из определения столбцов или каких-либо ограничений. Так и оператор изменения таблиц состоит из операторов из частей изменения столбцов и изменения ограничений. Ну, оператор изменения столбцов у нас позволяет либо добавить столбец, либо изменить его, либо удалить. Все довольно просто. Изменение ограничений также позволяет добавить ограничения или его удалить. Все довольно тоже несложно. Так, давайте посмотрим же на пример. Если мы, например, хотим добавить какое-либо поле в нашу таблицу, мы выполняем запрос AlterTable, AddCalm и, например, указываем, как всегда, название столбца, тип данных, ограничение на null и значение по умолчанию. Ну, здесь определение столбца ничем не отличается от определения столбца при создании таблицы. Или же мы можем совместить некоторое количество изменений таблицы в одном запросе. Вот мы, например, на нашей таблице sale хотим удалить пару полей, удалить внешний ключ для поля статус, собственно, удалить само поле статус, добавить новое поле, которое будет иметь тип timestamp, два слова о нем скажем, и добавить поле статус. Мы помним, что домен нам создать не удалось в MySQL, но мы решили с помощью конструкции Check сымитировать создание этого домена в таблице sale. То есть не явно указывать, создавать домен, а просто указать некое ограничение. Syntaxes, в том числе MySQL, это позволяет. Ну и задать для поля sale статус значение по умолчанию new и ограничить возможность использования неопределенных значений. Что мы еще можем сделать? Мы можем поработать с ограничениями, которые применяются к этой таблице. Например, удалить внешний ключ, удалить индекс, ну или удалить столбец. Тут ничего такого сильно сложного нет. Можно рассмотреть подобные операции на примерах.